Ну что, 21 мая 2024 год. Кто с доброй сказкой входит в дом, хочется спеть. Значит, что у нас? У нас идет 12-й день доступления Градиозного на Харьков. Нельзя не отметить. Что меня так порадовало себя с утра. Послушал я, вот посмотрите, полную, я сейчас короткую выдержим, куда Агиль Рустам Заде. У Людмилы Немыри украл Активи на YouTube-канале посмотрел. Всегда приятно, когда ты оказываешься прав. Да, я уже каждый раз, то есть я как недоумевал, какого хрена полезли россияне на Харьков. Ну, думаю, зачем распылять, когда надо, да, это есть в моих видео. Зачем распылять свои силы, когда надо было там в очереди, но у них что-то получалось в клиницу туда расширить. Ну, я тогда для себя вывод сделал, что раз они на Харьков пошли, то им нужно распиарить там просто, там отвлечь внимание от того, что потом Шейгу сняли через пару дней. Я понял, что они, наверное, хотели отвлечь от этого, потому что расширение на очереди, на такого пиар-дефекта не дало. И тут я слушаю Агиль Рустам Заде, это азербайджанский военный, вот такой вообще. У него прогнозы там, это не то, что я там, то есть я могу только радоваться, что мои прогнозы совпадают с его, потому что там это лучший, по-моему, прогнозист по военке. Да. И вот он тоже такой говорит, я не понимаю, просто тратят силы. Им, наверное, они начали раньше, вот я, кстати, сегодня читал, за иконами с 20 мая вышла статья про то, что россияне собирались за борщевой, ну там за липцами уже ближе к Харькову, чтобы уже артиллерии ствольной обстреливать микрорайоны для того, чтобы, ну, как бы в депрессию гонять опять и харьковчан по поводу ежедневных обстрелов ствольной артиллерии. А стволка это не баллистика, это просто целыми сутками можно лупить на прополу, это совсем другая вещь. Ребята, там мне кто-то пишет, вот, все равно прилетают. Одно дело, тебе три ракеты прилетело за день баллистических, другое дело, тебе как на нас на Северной Сталтоке, я сидел там до апреля месяца, пока не вывез семью, и миномет хренящий, блин, с утра до вечера и день и ночи, блин, короче, не хочу даже рассказывать. То есть, есть разница. То есть, и вот, вот этот генерал Рустам задает, что, блин, я, говорит, не понимаю, наверное, они хотели просто, чтобы вот у них, пришли до них сведения, что пакет уже, помощь отойдет с пакетом американским, ему надо побыстрее было просто вас туда, что успеем, то успеем. Ну, приблизительно так рассуждает он, и, в общем-то, я тоже думал, что им надо, им нужен был пиар-эффект, потому что пиар-эффекта того, что на Черетина расширяться там проем, чтобы было бы логичнее, с военной точки зрения, лучше там им было бы действовать, но они бы что-то сделали нам огромный, как украинцам, подарок, поперли, блин, нафиг на Харьков, тупорылые, в бомб разбиваться 92-ю бригаду, я слышал в 92-м бригаде в 14-15-м году, где-то там харьковчане, я не знаю, я говорю, ты от 3-й до половины было там в 14-м году, и вот эта штурмовая элитная бригада сейчас, то есть россияне туда поперлись через нее пройти, ну, ну, я же сказал, что я сейчас, я еще когда-то, там один остался, сказал, я посмотрю, как вы на шашлыки пойдете вообще, там этот самый, Кракен там, блин, ну, блин, капец, это просто, знаете, это самая какая-то странная форма с этой надоевшей жизнью разобраться уже окончательно в России. Так вот, что говорит Астерин Грустам задает, а то, что-то я так короткую вышимку сейчас сделаю дольше, чем у него было, да, это сам. То есть она говорит, что у россиян сейчас спадает потенциал наступательный у вас, у украинцев, наоборот, он поднимается вверх, каждый божий день к нам прибывают новые-новые, там, оружие, там, ПТРК, там, еще что-то такое. Говорит, когда это будет пересечение этих линий, непонятно. Когда выровняется, а потом пойдет наоборот, у нас наверх, а у россиян на спад. Ну, говорит, в течение месяца наверняка уже будут явные перемены по поводу того, что явно у вас уже будет, нет, у них никаких сил. И, опять же, мне понравилось то, что я прогнозирую, что, ну, если они на Сумы там и рыпнутся, ну, пускай попробуют. Я еще сказал, что у меня офицер 14-го года сумчанин. То есть в 22-м году, когда залужный пропустил, ну, видимо, специально, чтобы растянуть войска, снабжение россиян, пропустил до Киева, оставил, ну, Сумщину, да, Сумы на растерзание россиянам. Так там местные начали просто своими силами мочить блинорков, понимаете? Вы не представляете, что такое Суму. Ну, Харьков, наверное, даже по сравнению именно с мыслью патриотичности, в смысле, там, за Украину, Суму, по-моему, фору дают Харьков. Ну, ладно, это не важно. Я думаю, что россиян будет возможность в этом убийцы самостоятельно, если они туда рыпнутся, конечно. То есть Иль Рустамзады говорит, что россиянам прямо сейчас нужно просто, чтобы удерживать, как они сейчас до Липсов добрались, да? Там они до сих пор этот самый Валчанкс, только там третьего захватили, да, до канала. То есть, просто, чтобы удержать, им уже нужно подкрепление, нужны какие-то ресурсы. Откуда их брать, говорит? Там где-то с Часового Вера, в Часовом Веру они просто, говорит, столько положили техники, говорит, просто ошибаются. Они уложат все на мясо и расходуют свои войска, говорит. К осени, говорит, уже будут совершенно другая, уже другая будет обстановка на поле боя. Так что, ребята, то есть, он никакой не, Рустамзады никакой не, как это сказать, ну, то есть, он не льет в уши. Он, когда было плохо, он говорил, что плохо. То есть, я могу подтвердить, что он там с самого начала говорил, что нам надо, он говорил, что в 23-м году нам не надо было атаковать, а надо было собирать ресурсы. Говорит, сейчас они допускают ту же ошибку, что вы в 23-м. Ну, то есть, россияне допускают ту же самую ошибку, что мы в 23-м, не с достаточными ресурсами, ломанулись, блин, ну, как бы об стены убиваться. Ну, а сейчас россияне делают то же самое, говорит, сейчас, видно, он говорит, без мобилизации, без того, чтобы там 1150 мобилизовать, то есть, россияне ничего не получится этим летом сделать. Так что, ребята, ждем осень, ждем F16, сейчас, ну, я думаю, что все будут Украина, уже скоро хорошие новости, то есть, посмотрите этого Гильдрустан за Д самостоятельно, потому что это я вам так просто настроение поднять коротким выпуском, да, а там, посмотрите, он толково все рассказывает, все будут Украины.